Гарантированная компенсация вкладчикам украинских банков, раскрытие коррупционных схем на крымских предприятиях и готовность полуострова к зиме. В правительстве республики прошло очередное заседание Совета Министров. По словам Сергея Аксенова, оно стало знаменательным, ведь юридически в таком составе министры собрались в последний раз. Елена Бережная расскажет подробнее. Заседание Совета Министров начинается с приятной новости. Сегодня свой 62-й день рождения отмечает президент Российской Федерации Владимир Путин. Главу государства поздравили и в крымском правительстве. Слава Богу, что мы сейчас живем в такой стране, где у нас есть национальный лидер, которому мы желаем здоровья, счастья, благополучия, долгих лет жизни. Потому что он нужен стране, он нужен Крыму. И действительно, это человек, который делает все сегодня возможное для того, чтобы Российская Федерация стала действительно мощным, суверенным государством, который уважает во всем мире. С всей души Владимира Владимировича огромный привет. Я думаю, вы все это поддержите. Перед тем, как рассмотреть повестку дня, министры обсуждают вопросы, в нее не включенные. Среди них коррупционное прошлое предприятия «Крымпотребсоюз». Так, по словам Андрея Скрынника, до конца декабря уже госпредприятие «Крымская торговая компания» проведет полную инвентаризацию 28 рынков, 700 магазинов и всех точек общепита, которые ранее принадлежали «Крымпотребсоюзу». Также министр промышленной политики сообщил, надбавка на социально значимые товары на рынках полуострова не будет превышать 5%, а поборы и незаконные платежи правоохранителям останутся в прошлом. Я хочу заверить всех крымчан, которые хотят торговать на рынках Республики Крым. Распределение мест, заявки, их рассмотрение происходит абсолютно прозрачно и открыто. Никаких платежей, скажем так, мимо кассы, как говорится, не будет. Нами проведена работа и докладываем Сергею Валерьевичу всем присутствующим, что выявлено большое количество незарегистрированных кассовых аппаратов, которыми, скажем так, обелечивали, могу так сказать, сотрудники, потому что другого слова подобрать не могу, потому что это все шло в карман, а не в кассу предприятия. Разбираются в правительстве и с национализированными объектами. По словам министра имущественных и земельных отношений Александра Гордецкого, в управление фонда защиты вкладчиков передано 16 таких объектов. Кроме того, уже проведена инвентаризация санаторного комплекса «Форос», территория которого составляет более 65 гектаров земли и оценивается примерно в 40 миллионов долларов. В дальнейшем мы все объекты установим за собственность Республики Крым. Разработана схема подготовки документов, разработан механизм, где-то порядка он будет занимать от 2 до 6 месяцев, в зависимости от объекта. Все объекты будут подготовлены к продаже, проданы. Я думаю, что с Медфином отработана будет схема детально, на какой счет мы будем эти средства предоставлять. И погашена вся задолженность людям, вклады которых составили свыше 700 тысяч рублей. Сергей Аксенов, выслушав доклад, поручил профильному министру до конца года подготовить к продаже все имущество Игоря Коломойского, а с этих денег выплатить компенсации вкладчикам украинских банков. Все объекты господина Коломойского и аффилированных с ним структур, которые национализированы, все, без исключения, будут проданы. У нас были предложения, то есть часть активов, которые можно сдавать в аренду, оставить в собственности Республики. Но в данном случае ситуация неприемлемая, поскольку есть вкладчики, которые пострадали от действий привата, и вкладчики других украинских банков, которым мы не должны компенсировать потерянные средства. Поэтому все имущество будет реализовано. До момента, пока все вкладчики не получат деньги. Обсудили на заседании и готовность к холодам. Отопительный сезон стартует в Крыму 15 октября, сообщил профильный министр Сергей Егоров. Он также добавил, предприятия Республики в зимний период могут перевести на использование резервных видов топлива. Было принято и постановление о компенсации льгот для населения в связи с изменением цен на твердое топливо. На данный момент реальная стоимость твердого топлива после расчетов составляет 8 426 рублей, сжиженного газа 650 рублей. Всего по расчету жилищных субсидий подлежат 2912 семей, льгот 18 127 граждан. Это связано с повышением цен на твердое топливо, которое произошло в связи с ситуацией на юго-востоке Украины, и в связи с тем, что мы большую часть топлива, твердого топлива и угля, поставляем сейчас в территории Российской Федерации. Юридически и в таком составе Совет Министров собрался в последний раз. 9 октября на сессии парламента депутаты выберут руководителя республики и обсудят совмещение этой должности с работой председателя правительства. Как результат, в Совми не грядут и кадровые перестановки. Но, заверил Сергей Аксенов, подавляющее большинство министров сохранят свои рабочие места. Елена Бережная, Игорь Демидов. Время новостей.